Народная дипломатия как один из важных факторов международных отношений практика стран ШОС. Это тема, объединившая экспертов Центра народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества и Университета мировой экономики и дипломатии. К участию в мероприятии пригласили представителей парламента, министерств, общественных организаций и дипломатического корпуса. Народная дипломатия – это прежде всего неофициальные контакты обычных людей или общественных организаций, способствующие улучшению взаимоотношений, взаимовыгодного сотрудничества, лучшему пониманию культуры, традиций и особенностей жизни граждан разных стран. Собственно, абсолютно каждый человек может выполнять функции народных дипломатов, участвуя в тех или иных международных встречах, мероприятиях, устанавливая новые контакты, представляя интересы своего государства или выступая в роли посредника на переговорах по урегулированию конфликтов или других мероприятий. Этим и было обусловлено участие в заседании круглого стола специалистов самых разных сфер. Открывая встречу, выступившие отметили, что Институт народной дипломатии в последнее время приобрел особую значимость, как позитивный фактор продвижения и укрепления международных отношений. Данное мероприятие нацелено на то, чтобы мы могли для себя очертить конкретные планы на будущее, уточнить, какие элементы народной дипломатии необходимо развивать, и, конечно, чтобы студентам тоже дать возможность, чтобы они в будущем изучали это направление. В ходе мероприятия были заслушаны доклады ученых и экспертов, посвященные роли народной дипломатии в условиях нового мирового порядка, развития информационного пространства, опыту стран ШОС в данном вопросе. У нас очень много общих направлений сотрудничества. Это в первую очередь в области образования, науки, культуры. Мы благодарны неправительственным общественным организациям Республики Узбекистан за совместную работу, за те усилия, которые проявляются по укреплению дружбы наших стран. Большое значение в современных международных отношениях приобретают гуманитарные вопросы. Их решение зависит от состояния самих отношений между странами, а также вовлеченности в этот процесс представителей широкой общественности, в том числе спортивной. Как было подчеркнуто, спорт выполняет глубокую символическую функцию, демонстрируя возможность и преимущество мирной модели сотрудничества. В ходе дискуссий выступившие подчеркнули, использование механизмов народной дипломатии, несомненно, способствует укреплению связи Узбекистана со странами Шанхайской организации сотрудничества. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!